МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Дневные новости на ТВ 21+. В студии Всеволод Краснов. Родителям сохранят детские пособия при досрочном выходе из декрета. Соответствующие законопроекты в первом чтении приняла Государственная Дума России. Изменения вносятся в законы о государственных пособиях и обязательном социальном страховании, а также в Трудовой кодекс страны. По действующим ранее нормам, мать или отец, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, получали ежемесячное пособие, пока ребенку не исполнится полтора года, но имели право на выплату только если не выходили на работу, трудились на полставке или на дому. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, средний размер пособия в 2024 году составит около 18 тысяч рублей. Необходимые средства уже предусмотрены в проекте будущего федерального бюджета. Законопроекты подготовлены по поручению президента России. К слову, Владимир Путин также поручил правительству страны выделить из федерального бюджета 11 миллиардов рублей для компенсации затрат на мазут Мурманской области. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, деньги должны быть предоставлены нашему региону до 10 ноября. Российские рыбаки опасаются удорожания промысла и того, как оно отразится на стоимости недорогих видов рыб, например, ментая, сельди, путасу и мойвы. Причиной может стать введение повышающего коэффициента вывозных пошлин на судовое топливо. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников направила письмо в Минсельхоз страны с просьбой пересмотреть это решение. Согласно существующему постановлению правительства номер 1637 от 5 октября этого года, на вывоз судового топлива из России должен применяться повышающий коэффициент 50 тысяч рублей за тонну. Ранее топливо для бункировки отечественными танкерами платежами не облагалось. По мнению представителей отрасли, такая мера приведет к увеличению себестоимости рыбной продукции почти на треть. Введение пошлины повлечет удорожание промысла и, как следствие, увеличение себестоимости производства практически всей рыбной продукции, выпускаемой российскими рыбодобывающими компаниями. Такие слова главы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников приводит РБК. По мнению экспертов, изменения делают заправку рыболовецкого флота невыгодной. Более того, российский промысел может стать зависимым от услуг по бункировке судов иностранными компаниями. В Росрыболовстве отметили, что о ситуации знают и согласны, что вопрос нужно проработать. Ментельхоз ситуацию пока не прокомментировал. Список судов Северного флота в следующем году может пополниться современным боевым ледоколом «Иван Попанин». Он позволит обеспечить военно-морским кораблям практически круглогодичную навигацию в акваториях арктических морей. Информацию об этом публикуют «Известия». «Иван Попанин» – головной ледокол проекта 23-550. Второе такое судно «Николай Зубов» сейчас строится на верфях в Санкт-Петербурге. Предполагается, что они смогут работать в автономном режиме более 70 суток, заниматься проводкой боевых кораблей, буксировать и конвоировать задержанные суда в условиях сложной ледовой обстановки. В арсенале ледокола артиллерийская установка. В случае необходимости его могут оснастить крылатыми ракетами «Калибр». Прыгать, бегать и веселиться. С мечтой о таких простых радостях четырехлетний Миша Калашников просыпается почти каждое утро. С рождения мальчику поставили тяжелый диагноз – миотонический синдром дисплазии соединительной ткани. Уже несколько лет он регулярно проходит курсы реабилитации, которые помогают ему чувствовать себя обычным ребенком. Без них его мышцы не смогут нормально выполнять свои функции. Сейчас мальчику снова нужна помощь. Сбор средств открыл благотворительный фонд «Легенда жизни». Миша Калашников – веселый, энергичный и озорной парень. Любит читать, собирать конструктор, готов прыгать и бегать хоть целый день. Правда, эти простые для любого четырехлетнего ребенка радости для Миши могут закончиться серьезными травмами. У мальчика тяжелый диагноз – миотонический синдром дисплазии соединительной ткани. Другими словами, нарушен механизм сокращения и расслабления мышц. Это может приводить к спазмам и вывихам при любом неосторожном движении. В первый же день родов я увидела вот эту неестественную позу лягушонка и достаточно рыхлые мышцы, ручек, ножек. Он был весь такой обмякший, как тряпичная куколка. Ну и, собственно, с рождения мы начали заниматься. Когда Миши исполнился год, началась реабилитация, массажи, адаптивная физкультура, работа с логопедом. Благодаря длительным системным занятиям удалось добиться значительных успехов. Сейчас практически прошла несогласованность движений. Мальчик начал уверенно ходить и даже подниматься по лестнице. Правда, поддерживать приобретенные навыки нужно на постоянной основе. Иначе мышцы вернутся в первоначальное состояние. По словам врачей, 4-5 реабилитаций в год. Хотя бы, вот сказали, до 8-летнего возраста, чтобы ребенок научился себя контролировать, свое тело, не ставить руки в какие-то неестественные позы, когда может произойти все что угодно. Ну а так вообще, в принципе, всю жизнь надо заниматься. Сейчас Мише требуется очередная реабилитация в Санкт-Петербурге. А для этого нужны деньги, почти 195 тысяч рублей, которых у семьи нет. Сбор средств открыл благотворительный фонд «Легенда жизни». Каждый, кто хочет помочь мальчику, может сделать пожертвование. Для этого достаточно отсканировать QR-код, который вы видите на экране, или перейти по ссылке на сайт организации. Севолод Краснов, Кирилл Горпиняк, Станислав Евглевский, ТВ21+. В Мурманском областном суде вынесли приговор 53-летнему северянину, обвиняемому в изнасиловании и убийстве ребенка. Трагедия произошла в июле прошлого года в Манчегорске. Издание Мурманского областного суда выводит 53-летнего жителя Манчегорска. Сотни досмотров, обысков и экспертиз. Несколько судебных заседаний. И вот результат. Мужчина признан виновным в изнасиловании и убийстве 8-летнего мальчика. История, о которой больше года рассказывали почти все российские СМИ, получила логическое продолжение. В силу установленных законным ограничения оглашены только вводная и результивная части проговора, которым Цветков признан виновным в совершении преступлений, в том числе в убийстве малолетнего ребенка. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С таким приговором не согласна мать ребенка. Все это время они вместе с адвокатом настаивали на пожизненном заключении. Считаю, что очень мало за такое. Это очень хитрый, продуманный, очень опасный для общества человек. По словам следователей, с первых минут после убийства преступник пытался, что называется, запутать следы. Старался засветиться под камерами, видео с которых смогли бы обеспечить ему алиби. С матерью убитого ребенка он был в хороших отношениях и одним из первых приехал по ее звонку. Правда, обмануть сыщиков мужчине не удалось. Помогла молекулярно-генетическая экспертиза, которая установила геном нашего обвиняемого на нижнем белье потерпевшего, в котором фактически находился, на момент смерти находился мальчик. Как позже установят следователи, в июле прошлого года Душегуб пришел в квартиру к своей знакомой, когда ее не было дома. Дверь открыл ребенок. Предположить, что эта встреча станет для него последней, он не мог, ведь хорошо знал убийцу. Мужчина изнасиловал мальчика, а потом утопил в ванне. На суде виновным он себя не признал и будет пытаться обжаловать приговор. То же самое собирается сделать и мать погибшего, требуя увеличения срока. Денис Куратов, Максим Кравченко, ТВ20Н+. Заполярные полицейские выявили нарушение при торговле спиртным сразу в двух магазинах Мурманска. В рамках операции «Алкоголь» сотрудники правопорядка продолжают проверки торговых точек Заполярной столицы. Оперативники составили протокол на владельца торговой точки в Ленинском округе. Предприниматель продавал горячительные напитки в ночное время без вскрытия тары. Теперь ему грозит штраф до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции. Такое же нарушение полицейские зафиксировали и в одном из магазинов Октябрьского округа. Там под видом оказания услуг общественного питания торговали алкоголем. После проверки выяснилось, что в помещении отсутствуют необходимые условия. Кроме штрафа владельцу приостановили действие лицензии. Решается вопрос о ее полном аннулировании через суд. В столицу Заполярья приехала труппа из Смоленского государственного академического театра имени Грибоедова. Она представит на суд северян лучшие постановки. В репертуаре артистов четыре комедии и одна музыкальная сказка для детей. Выступления проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли», благодаря которой российские зрители по всей стране знакомятся с работами региональных театров. Совсем недавно Мурманский драмтеатр вернулся из больших гастролей в Смоленске, а теперь в своих стенах принимает самих смолян. Трупы из 30 актеров, режиссеров, постановщиков, костюмеров и декораторов привезли популярные постановки. Мы привезли четыре спектакля для взрослых и один для детей. Все четыре спектакля очень разные. Понятно, что детский это стоит всегда особняком. Поскольку детям нужно рассказывать сказочным, музыкальным и выразительным языком. Мы привезли полностью наше оформление, костюмы, привезли всех наших сотрудников. Первый спектакль поставлен по мотивам одноименной повести Достоевского «Дядя Шкинсон». Декорации и костюмы переносят зрителей в провинциальный городок середины XIX века. Главная героиня Марья Москалёва пытается выгодно выдать дочь за престарелого князя. Марья Александровна Москалёва. Ой, слушайте, ну что мне рассказать? Надо идти посмотреть. Мы, конечно, сокращались, что такое произведение. Но есть оттенок её определённого характера, её характера, её личности и её желания выдать дочь так, как она хотела бы, может быть, когда-то сама. Рано утром в наш город въехал кто-то князь. Кто-то князь. Также на сцене зрители увидят ещё несколько комедий «Школа соблазна», «Тётки», «Авария» и музыкальная сказка «Али Баба». Я могу сказать одно. Всякий приезд в новый город, и мы играем вроде спектакля, который мы очень хорошо знаем. И всякий раз ощущение премьеры. Благодаря программе «Большие гастроли» и «Мы, Россия» зрители могут познакомиться с различными театрами страны и лучшими постановками, как отечественных, так и зарубежных авторов. География туров от Калининграда до Камчатки. Совсем скоро северяне увидят работы артистов из Донецка. Александра Пескова, Владислав Крущёв, ТВ21+. А теперь о спорте. Начался приём заявок на юбилейный 50-й лыжный марафон в Мурманске. По традиции 50-километровая гонка пройдёт в конце марта 2024 года. Соревнования считаются самыми массовыми в стране. В прошлом году марафон собрал более 1300 участников. Самый северный юбилейный марафон в истории лыжных гонок в России завершит предстоящий праздник Севера. Ежегодно этот массовый лыжный забег собирает тысячи зрителей и участников. Его снимают блогеры и фотографы, ему посвящают свои полотна художники. А гостями марафона становятся звёзды лыжного спорта. Елена Вяльбе, Алексей Петухов, Иван Гаранин, Юлия Чепалова. И не только. В этом году организаторы подготовили 1300 слотов на гонку свободным стилем. Регистрацию можно пройти на сайте marafon51.ru А уже в это воскресенье, 5 ноября, в Мурманск области стартует горнолыжный сезон. На северном склоне курорта в Кировске состоятся первые катания. Курорт в Хибинах вновь первым в России открывает сезон катания на лыжах и сноубордах. Этого удалось добиться благодаря мощной системе оснижения. В воскресенье 5 ноября всех посетителей ждёт праздничная программа у северного склона. Начнут работать подъёмники и можно будет опробовать трассу. Благодаря длинному сезону, который длится с ноября по июнь, Кировские снежные трассы стали одним из самых популярных зимных мест отдыха в России. В прошлом году курорт посетили более 330 тысяч человек. Ещё больше интересных и актуальных новостей вы найдёте на сайте www.3wtv21.ru на нашем YouTube-канале. Телефон редакции 400-870. Присылайте ваши новости в наши мессенджеры и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждёт прогноз погоды. Коротко о погоде в Мурманской области на сегодня. В Кандалакше минус 5-7 градусов, переменная облачность. В Умбе без осадков до 6 градусов ниже нуля. В Полярных Зорях около 6 градусов со знаком «минус» осадков не ожидается. В Апатитах переменная облачность минус 5-7. В Кировске чуть теплее, минус 4-6 без осадков. В Кавдоре минус 4-6 градусов, переменная облачность. В Мончегорске облачно с прояснениями около 5 градусов ниже нуля. В Лавозере минус 5-7 градусов. В Ольнигорске без осадков и до 6 градусов ниже нуля. В Никеле минус 4-6, переменная облачность. В Заполярном возможен снег, минус 4-6 градусов. В Североморске минус 3-5 осадки. В Мурманске переменная облачность до 7 градусов мороза. Такой прогноз погоды предоставил Мурманский гидрометцентр. А наш выпуск завершен. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи на ТВ21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова